Всем привет! В эфире самая молодежная студенческая программа «Альма-Матер» и с вами мы, Максим и Лена. И сегодня мы познакомим вас с самыми яркими моментами школьной студенческой жизни, которые произошли за последние две недели. В двух могилевских вузах новое руководство. На встречу с новыми ректорами отправилась Елена Бузук. Совсем недавно на кабинете ректора Могилевского университета имени Кулешова сменили табличку с фамилией. Впервые ректором стал профессиональный археолог, правда, Полоцкий, Денис Дук. Студенты к новым лицам в приемной пока не привыкли. И когда у них спрашиваешь о новом ректоре, делают так. Здравствуйте! Знаете? Или так. Кто-то сразу теряет дар речи. Не могу мне русский. Но есть люди, знающие и зрящие в корень. Очень хорошие. С Могилевским университетом Дениса Дука, нового ректора, связывает много лет работы. Бывший председатель государственной комиссии осваивается в Могилеве. Говорит, чувствует себя как дома. Это два профильных университета. По большому счету очень близкие. Вот Полоцкий и Могилеве очень близкие по духу. Вот. И находятся в историческом месте, что Могилев, что Полоцк – это древние центры Белой Руси. Новый глава Могилевской кузницы педагогических кадров со студентами уже познакомился и оценил по достоинству. Творческих студентов в Могилевском университете много, и это бросается в глаза. На комплимент студенты отвечают добрыми словами. Мы поздравляем ректора с назначением, желаем удачи, успехов, счастья. Процветания и успехов в его карьере и в новой должности. Молодым везде дорога. Новый ректор Денис Дук полон планов. В первую очередь изменить подход к образованию, сделать его более неформальным. Мне кажется, что если я увижу преподавателей университета, ведущих преподавателей университета, когда после занятий, после пар, они неформально общаются где-нибудь в парке, где-нибудь в кафе, где-нибудь на какой-нибудь интересном объекте, социальном, значимом и так далее, то, наверное, вот это будет дорогого стоить. Значит, в университете создана среда, где комфортно и студенту, и преподавателю, вне зависимости от того, проводятся ли учебные занятия по расписанию, либо это занятия, вынесенные за пределы расписания. Кадровые перестановки и в Могилевском университете продовольствия. Подарок на день рождения получил Максим Киркор. И новую должность, руководящую, и цветы. К слову, белые хризантемы в кабинете стоят по сей день. Назначение произошло, и что изменилось? Много чего изменилось. Суденты говорят, что вы стали по костюме ходить. Да, да. Ну, тут уже приходится. Интенсивность работы увеличилась намного. Времени стало меньше. Но каждое утро Максим Александрович не применит заглянуть в свой бывший кабинет. Ностальгия по спокойным размеренным временам, говорит. Скучаете по старому кабинету? Да. Каждый день захожу, в принципе, сначала в кабинет, а потом только уже на второй этаж. Вот и мы туда же. Задавать вопросы по существу. Современные студенты более, скажем так, свободолюбивы и более свободно высказывают свое мнение. Ну, естественно, это веяние нашего времени. Более, даже можно сказать так, креативное. Студенты знают, чего хотят. Главное, чтобы их слышали преподаватели. Во-первых, студент требует, чтобы, скажем так, знания, которые ты хочешь до него донести, были ему интересны. То есть по старому, условно, читать ту же самую лекцию, необходимо уже пристраиваться. По отечески и с заботой смотрит новый ректор на студентов своего университета. Но принцип кнута и пряника ему знаком. Разные ситуации бывают. Естественно, бывают ситуации, когда необходимо жестко себя вести. Но и, с другой стороны, все-таки наши студенты, ну, не только наши студенты, все молодые люди нуждаются в каких-то, ну, условно, советах. С улыбкой вспоминая свое студенчество, Максим Александрович желает студентам во время учебы найти настоящих друзей. Конечно, время студенческое, это время веселое. Сразу хочу пожелать студентам, чтобы это время не забывалось и не прошло даром. Потому что именно в это время, в принципе, скажем так, появляются настоящие друзья. Кто из студентов не мечтает стать ректором? А секрет прост. Много труда и немного везения. Чтобы стать ректором, во-первых, необходимо пройти определенные ступени. После студентов, ну, как я был студентом, я скажу, на своем опыте. Затем была аспирантура, защита диссертации, ассистент, старший преподаватель, доцент, зав. кафедры. Ну, потом уже так получилось, что стал ректором. Студенты передают свои поздравления. Поздравляем с назначением, желаем успехов в работе, понимания коллектива, чтобы его слушались, чтобы он нашел общий язык с учениками, студентами. И удачи, успехов! Альма-Матер раздает подарки. Фирменную кружку от нашего телеканала может получить абсолютно любой. Для этого вам необходимо Сфотографироваться на фоне вашего учебного заведения, Поставить хэштег «Хочу в Альма-Матер» и выложить фото в одной из социальных сетей. Ну, а в следующей программе мы начнем вас знакоме с победителями нашего Альма-Марафона. Ну, а пока рубрика «Репост». Делегация Могилевской области вернулась с Международного фестиваля молодежи в Сочи. Спортивные забеги и флэш-мобы, акции и концерты, мастер-классы и встречи с интересными людьми. Участники признаются, что не было ни одной свободной минуты. На Всемирном фестивале молодежи в Сочи побывали около 30 тысяч молодых людей из 180 стран. Самый трогательный праздник осени – День матери. Студенты нашего города не смогли пройти мимо. Они подготовили концерты и акции. Например, правком студентов МГУ Кулешова предложил каждому отправить письмо своей маме. Но самое трогательное поздравление подготовили учащиеся медицинского колледжа вместе с молодежным парламентом. Я маму мою обидел, и теперь никогда-никогда из дома вместе не выйдем, не сходим с ней никуда. Она в окно не помашет, и я ей не помашу. Она ничего не расскажет, и я не расскажу. Возьму я мешок за плечи, я хлеба кусок найду. Найду я палку покрепче. Уйду я, уйду в тайгу. Я буду ходить по следу, я буду искать руду. И через бурную реку строить мосты пойду. И буду я главный начальник, и буду я с бородой. И буду всегда печальный и молчаливый такой. И вот будет вечер зима, и вот пройдет много лет. И вот самолет реактивный, мама возьмет билет. И день моего рождения, и тот самолет прилетит. И выйдет оттуда, мама, 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 и мама меня простит. Учащиеся Могилевского государственного колледжа искусств провели на улице Ленинской Покровскую ярмарку. Яркие концертные номера, игры, развлечения, сюрпризы. Будущие музыканты показали обряды и традиции, рассказали о белорусской культуре. А еще своими руками сделали сувениры, которые смог купить каждый желающий. Ну, а в Могилеве стартовал молодежный и профсоюзный фитнес-марафон. И учащиеся профессионального лицея номер 9 смогли посоревноваться в умении. Держать планку, качать стальной пресс и отжиматься в упоре лежа. Устал? Нет. Как тебе тренировка? Сложно? Нет. Нормально. Я привык. Медицинская справка, спортивная форма и компания друзей в лицее номер 9 знают, как превратить скучный урок физкультуры в функциональную тренировку, как в настоящем фитнес-центре. Отлично! Удобно стоять? Ну, буквально 2-3 минуты сказали стоять. Вставай! 45 минут приседать, бегать и прыгать без остановки сможет не каждый, но ребятам не привыкать. У нас каждую субботу в клубах одного дня все принимают участие, приходят группы. После тренировки конкурсы на выносливость парни стоят в планке и ожидаемо сдаваться никто не хочет. Тогда тренеры усложняют задачу. Теперь все подняли правую ногу! Ну, не секрет, конечно, что сейчас молодежь у нас в основном сидит за гаджетом и ведет пассивный образ жизни. И целью нашего марафона является вовлечение их в спортивную жизнь, в фитнес. Ребята встретили акцию на ура и даже поступило предложение в следующий раз устроить так называемый батл между учащимися и студентами. Есть подвижки, есть начинания, есть определенные предложения, которые мы будем осуществлять, ну и притворять жизнь. Я думаю, что у нас все получится и все будет хорошо. Следующая остановка акции – Бавруйский строительный колледж, а дальше строительное предприятие всей области. А на очереди у нас рубрика «Контрольный вопрос». В этот раз на каверзный вопрос ответили далеко не все. Кто является символом фестиваля «Золотой шлягер»? Нет, не знаю. Давайте с вами подумаем. «Золотой шлягер» – музыка. Фестиваль. Как бы вы нарисовали символ? Лист. Так, и что еще, если это с музыкой связано? Инструмент может какой-нибудь. Как бы вы его нарисовали? Из кленового листочка. Так. А если с музыкой связано? То кленовый листок и скрипичный ключ. Именно музыкальный ключ, да. Ну, в золотом исполнении, конечно. Такая вот штука и трубочка. Я не могу сказать граммофон. Ну, это я сказала. А я как сказала. Может быть, какой-нибудь осенний листочек. Кленовый листок. Нет? Да. Да, прекрасно. Я импульсирую эти работы. Кленовый лист какой-нибудь осенний, либо еще что-нибудь. Что-нибудь желтизное такое. Так, значит, листья, листопад какой-нибудь. Так, если музыка, то что это может быть? Концерт. Так, а если это нарисовать? Вот какой-то музыкальный символ, например. Ух. Золотой шлягер. Так, смотрите. Так. С листками мы с вами угадали. Еще на листке там что-то нарисовано. На листке нарисовано. Что же на листке нарисовано? Может, скажем, арфа? Ну, почти. Музыкальный инструмент. Может, я не знаю, как называется. Красивый такой. Красивый такой. Он Кучкуэс называется. Как? На Кучкуэс. Саксофон. Ай-яй-яй, точно, Саша. А как мне стыдно. Саксофон, да. Осень для фотографов, как и для Пушкина. Любимая пара года. Ну, а пока на улице бабье лето, Таня Смоловская пыталась постичь искусство фотографирования. В Могилеве на базе архитектурно-строительного колледжа создан уникальный кружок для любителей фотографий. Это одновременная и бесплатная фотошкола для подростков и хороший трамплин для выработки хорошего вкуса и наблюдательности. Мне хочется детям помочь увидеть красоту, показать ее тонкости, показать ее грани, потому что у каждого, каждый человек талантливый и у каждого свое видение. И я хочу им помочь увидеть это. Свет для фотографа – это своего рода и палитра, и кисть, с помощью которых достигается нужный эффект. Одни и те же фотоснимки, сделанные при разном освещении, могут существенно отличаться друг от друга. Сейчас вы видите, как изменяются черты лица модели. Самая любимая моя световая схема – это голливудский свет. По-другому он называется свет Рембрандта. Сейчас я его вам покажу. Благодаря свету мы можем даже взять одного человека и сделать свет так, чтобы просто его можно не узнать на фотографии. Работа со студийным светом творит чудеса. Настя поделилась с нами секретом, как, распорядившись композицией светом, в обычном мандарине увидела необычные вещи. Я положила на лампу и увидела, что я вижу текстуру. Если ее немножко надломать, можно увидеть, будто это какая-то лава. С помощью контролл света я увидела в мандарине солнце. Без света этой фотографии бы не было. Кстати, не обязательно иметь профессиональную фотокамеру, для того, чтобы получились хорошие снимки. Если человек знает и любит свое дело, то даже на обычном телефоне у него получатся качественные фотографии. Есть просто человек и его руки. И на фотоаппарате есть много-много различных кнопок, благодаря которым он просто, можно так сказать, колдует. Фотокружок – это отличный шанс активизировать юноши и девушек в творческом плане и подарить им то бесценное время, когда они организованы и целенаправленно, и при этом увлеченно занимаются любимым делом. Всегда мне привело желание фотографировать. Я хочу, чтобы то, что я вижу вокруг, было на моих фотографиях. Подростки – народ непростой, и порой их трудно заинтересовать, направить по определенному пути, на котором их ждет успех. Но чаще всего им просто требуется действительно настойчивая поддержка со стороны. Я хочу, чтобы мы были добрее, чтобы дети больше видели красоты, потому что агрессии в мире хватает. Хочется, чтобы они больше радовались всему окружающему, чтобы они могли это видеть, передавать и показывать нам это в своих произведениях. А на этом все. Альма-Матер в эфире «Беларусь. Четыре могилев» каждые две недели. И, конечно же, заходите в нашу группу ВКонтакте. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!